Сегодня в гостях у женского сообщества из комьюнити Нателлы Керимова, азербайджанская модель, бьюти-блогер, мисс туризм Азербайджан, а также владелица прекрасного модельного агентства Silkway. Нателла Ханун, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приняли приглашение. Спасибо, что пригласили, мне очень приятно. Я надеюсь, у нас будет интересная беседа, точнее говоря, я уверена в этом, потому что интересная, искренняя беседа на сегодняшний день, увы, большая редкость, и тем они ценнее. Спасибо большое, Нателла Ханун. Предлагаю за чашкой ароматного чая Берга с шоколадом премиум класса Choco Art продолжить нашу беседу. Нателла Ханун, ваше имя ассоциируется с фэшн-индустрией, с бьюти-индустрией, и вы достаточно компетентны в этом вопросе, и всегда можете поделиться вашим опытом, вашими знаниями. За истечением лет уже, думаю, могу, да, потому что прожитые годы и накопленный опыт позволяют об этом говорить с определенной долей уверенности. Вы были в ряду первых, кто вообще первые шаги в модельном бизнесе, в модельной индустрии Азербайджана. Ну, в числе первых, да. Во всяком случае, в вопросах, например, участия в конкурсах красоты наш конкурс был на тот момент первым, был достаточно резонансным, скажем так, потому что его тогда окружало множество разговоров, множество слухов, ну, как любое событие, которое случается впервые. Там были и хорошие моменты, и немножко даже устрашающие. Так. Да, я не знаю, насколько вы в курсе или нет. Какой период это был? Это был 96-й год, первый конкурс красоты, назывался Мисс Баку 96. И мое в нем участие было достаточно странным, потому что я только приехала из Гянджи, это был первый курс моего университета, и я вот решила поучаствовать. Это тоже был достаточно смелый шаг. Кто поддержал вас в этот момент? Вы знаете, домашние не противились, они отнеслись достаточно спокойно к этому. Может быть, за счет того, что привыкли мне доверять с детства, как бы не перепроверять, доверять. Были какие-то стереотипы, с которыми вы сталкивались, мысли там? А стереотипы царили в обществе. Ну, у меня всегда, я не знаю, это черта характера или этим славится выходцы из моего города, но есть определенная такая нотка мятежности, бунтарства. То есть ломать стереотипы, идти вперед. И я думаю, что возможно, может быть, это наложилось одно друг на друга. Может быть. Да, и поэтому как бы внутренних каких-то конфликтов не было. Нет, общество на тот момент, кстати, было тоже... Знаете, там было разделение не прям сильное, если не учитывать то, что нам, например, угрожали исламисты в тот момент. Был такой период создания нового общества. Да, это был переходный период. Да, нелегкое время было. Да, но та часть общества, которая была более либеральной, она была в очень хорошем смысле либеральной. То есть было много интеллигенции. Она была доминантной, может быть, в какой-то смысле. Я бы не сказала, что сильно доминантной, но да, по крайней мере, не в меньшем количестве, скажем так. Поэтому, я думаю, может быть, благодаря этому, даже скорее всего благодаря этому, все прошло достаточно мягко. Я говорю, был единственный такой момент, когда нас угрожали взорвать исламисты. Ой, настолько все страшно было. Потому что мы, ну, по всем правилам конкурсов красоты, мы должны были, один из наших выходов должен был быть в купальниках, в купальных костюмах. И это очень взбудоражило вот эту религиозно настроенную часть общества. Но мы поступили, мы пошли еще дальше. Мы вышли в купальных костюмах, покрытые чадрой. И мы эту чадру вот как, то есть, вот такой у нас символ, освобожденный Азербайджанки. Вот мы эту чадру сбросили и остались в купальных костюмах. Это был такой, да, эпатажный такой выход у нас. И он, в принципе, запомнился. Наверное, он запомнился. Да, конечно, он запомнился. В этом есть либеральный какой-то взгляд, я вам скажу. Это был ваш первый опыт? Да. Ну, я вам сейчас скажу. Участие в конкурсе было первым опытом. Но я с 14 лет начала работать на телевидении еще в Гяндже. Потому что там открылся, я еще училась в школе, там открылся, после АСТВ это был второй государственный, то есть со статусом государственного телеканал КПАСТВ. И я была его первой ведущей на этом канале. 14 лет, совсем умная. Да, первая ведущая. Это было очень, конечно, сейчас, когда с высоты прожитых лет и всего накопленного опыта смотришь, это выглядело очень наивно, это забавно. Но, тем не менее, это был хороший опыт. И это позволило чувствовать себя более раскрепощенно. Это был некий пьедестал к чему-то большому. Да, трамплин, скажем так. И это позволило, конечно, чувствовать себя свободнее достаточно. Это первый ваш опыт, я имею в виду конкурс красоты в 96-м году. А последний, в котором вы принимали участие, может быть, не как модель, а как жюри или эксперт? А я вам сейчас скажу. Значит, первый конкурс у нас был в 96-м году. Потом я участвовала еще в 2000-м году в конкурсе «Мисс Миллениум». Он уже был, естественно, учитывая, что «Миллениум» — это уже другое время совсем, он был, конечно, уже другой. Это среди наших девушек или это на интернациональном уровне? Да, нет, нет, нет. Это был среди местный конкурс. А вот уже после и, в принципе, самый яркий, мне кажется, самый на уровне проведенный конкурс именно красоты, то есть назывался он фестиваль красоты в рамках, международный фестиваль красоты в рамках нефтепровода Баку-Дбилиси Джейхан. Его организовывал покойный турецкий бизнесмен Нагид Кабахчи. Он же был одним из организаторов конкурса «Бест модел» здесь. Но «Бест модел» он был именно модельный, а наш конкурс был именно фестиваль красоты. Сюда приезжали участницы из Грузии, на очень высоком уровне была организация, приезжали хореографы из Турции, у нас были выездные какие-то фотосессии, экскурсии. Это был очень хороший опыт. У нас в жюри сидели, посол Франции у нас тогда сидел в жюри, турецкая звезда музыкальная. Это было очень круто. Это вам запомнилось. Это запомнилось. И запомнилось еще, почему уровень этой организации. Потому что как раз тогда я стала мисс туризм Азербайджан и завоевала право представлять Азербайджан на международном конкурсе красоты в Греции. И вот когда я поехала в Грецию, это была вообще моя первая поездка за границу, у меня была полна впечатлений, но конкурс меня так разочаровал. В каком смысле? Уровень организации, подход организаторов, какие-то манипулятивные моменты, которые они высказывали. Да, это был такой разительный контраст, что для человека, у которого это был первый опыт в участии в таком загранице, в конкурсе, очень сильно почувствовалась разница. После этого у вас не опустились руки все равно. Ну, в принципе, это был мой последний конкурс в плане конкурса красоты именно. Потом я еще участвовала в конкурсе Мисс Авто, это среди автомобильных дилеров на выставке. Тогда я тоже заняла первое место, но это был уже как бы не конкурс красоты, а больше такое нечто среднее, скажем, потому что там требовалось представлять автомобили, то есть учитывалось само вот в это качество презентации, вот эти все моменты. То есть его нельзя назвать классическим конкурсом. Ну вот, поэтому ярче всего запомнился вот этот фестиваль. Мателла Ханума, я задам вам такой вопрос. Какие черты вашего характера помогали вам всегда двигаться вперед, не опускать руки? Это возможно будет обращение к Хануму, который только-только начинает вступать в модельный бизнес. Вы знаете, даже не это можно даже не относить конкретно к модельному бизнесу. Вот это та нотка мятежности, вот этого бунтарства, которая не дает соглашаться вслепую со всеми установленными правилами. Потому что мне всегда важно разобраться в причинах. Если есть какие-то запреты, мне всегда важно, аргументация важна, почему эти запреты существуют. И если я с ними не согласна, если я не считаю эту аргументацию достаточной, я с ними не соглашаюсь. И высказываю свою точку зрения. У меня вот сейчас такой момент недопонимания между мной и моим сыном, который сейчас в подростковом периоде. Но меня очень беспокоит этот момент, что у него нет вот этой мятежности, скажем, бунтарства. Ему вот в июне будет 15, дай бог. Подростковый период. Да, но я вот это за ним наблюдаю еще с детства, и это меня всегда немножко коробит, почему я ему рассказываю. Я говорю, что я в школе, даже в школьные времена, когда, учитывая, что у нас была дисциплина в школе, авторитет педагогов был непререкаемым, в отличие от того, что сейчас. Я когда не соглашалась с педагогами, я с ними спорила. Я ему говорю, что в наше время не было интернета, мне приходилось таскать в школу какие-то словари, какие-то энциклопедии и доказательным образом. То есть не просто я знаю, это как бы никогда не служило серьезным аргументом. А вот с доказательствами, что вот вы сказали вот так, вы утверждали, что вот так, а вот здесь написано по-другому. И педагоги со мной соглашались, и я ему говорю, что они после этого начинали еще более уважительно относиться. А он, к моему сожалению, я не знаю, насколько может быть в жизни ему это будет так удобнее в нынешних условиях, он не протестует, он соглашается со всем, что ему говорят. Он может прийти эти претензии высказать мне. Может быть, это гибкость характера в каком-то смысле? Вполне возможно, вполне возможно. То есть я в этом плане, я говорю, более категоричная, при том, что я тоже проявляю гибкость, но опять же, когда считаю, что аргументы достаточны для удовлетворения моих вопросов. Поэтому, то есть вот этот момент, я считаю, он вообще в жизни, девушка, мне кажется, должен помогать. Вообще, момент вот этого критического мышления, не воспринимать все на веру, он очень помогает. Потому что я, например, обращаясь к врачам, скажем так, кто бы мне что ни говорил, ни советовал, пусть это будет какое-то светило медицины, скажем, к которому я отношусь с большим уважением, но я все равно буду в силу характера, я приду и перепроверю это в разных источниках. Это хорошая черта характера в наше время. Да, и если я найду какое-то несоответствие, я буду задавать вопросы, буду спрашивать, и возможно, что иногда выясняется, что было какое-то недопонимание, была какая-то, возможно, техническая ошибка, но это мне помогает всегда. Нателла Ханам, мы говорили с вами о вашем первом опыте конкурса красоты, довольно нашумевший конкурс последней красоты. Можно ли узнать ваше мнение? Вы знаете, я, честно говоря, в последнее время вообще потеряла нить вот эту, потому что один момент было просто засилие этих конкурсов на разных совершенно уровнях, и вокруг конкурсов всегда ходили и достаточно часто небезосновательные слухи, то есть я это еще по собственному опыту как бы помню, то есть не всегда достойные каких-то, то есть соответствующие каким-то параметрам люди проходили отбор, а в последнее время это просто стало очень явно, то есть здесь уже никаких даже споров при ней не вызывает. И это меня огорчает, потому что конкурсы красоты у них, вот я говорю, это всегда была такая щепетильная тема, и туда не всегда те, кто этого заслуживают, они шли вот в этом направлении уверенно, то есть некоторые как-то остерегались из-за как раз этих слухов. И вот после этого я думаю, что это останавливает тех, кто реально этого достоин и открывает дорогу тем, кто просто... Не в своем месте, можно так сказать. Да, уверенность в себе это хорошее качество, потому что я иногда честно удивляюсь, как вот смотря на некоторых участников, участниц, участников, то есть неважно, я не разделяю на пол в данном случае. Уверенность в себе это хорошее качество, но есть момент какого-то критического тоже, самокритики, который должен присутствовать. И вот в данном случае, то есть можно быть уверенным в себе и шагать в другом направлении, и совершать какие-то поступки, действия, но объективно конкурсы красоты... Либо у тебя должны быть какие-то внутренние качества, которые перекроют... То есть мы же видим, что даже международные конкурсы красоты иногда там выбирают не самых красивых девушек, участниц, но их какие-то внутренние качества, какие-то... Может быть, харизма какая-то есть. Да, харизма, какие-то интеллектуальные способности, потому что конкурс... Вы знаете, как конкурс для обывателя, он выглядит достаточно просто, он такой двухмерный. Я имею в виду классический конкурс, который организован по всем правилам. То есть для обывателя это что? Девушки собрались, порепетировали, вышли, показались и их выбрали. На самом деле, вот я как раз-таки вот этот международный конкурс и здешний вот тот конкурс, о котором я говорила, там есть скрытые стороны, которые не видны зрителю. То есть это же определенный момент подготовки, это месяц, два, три. И в течение этого времени бывает очень много событий, которые не связаны непосредственно с пребыванием на сцене. Жюри, они вот в Греции, например, члены жюри, да и здесь вот в нашем конкурсе, они смешивались. Мы могли не знать, что этот человек будет сидеть в жюри. И они наблюдали со стороны, кто как себя ведет, кто как разговаривает. Они подходили якобы просто для общения, просто поговорить там на какие-то нейтральные, может быть, темы. И они обращали внимание, кто как себя ведет. Потому что когда человек на сцене, он пытается себя показать с лучшей стороны. А в обычной жизни он может вести себя совершенно иначе. И вот это все учитывалось. И именно поэтому, когда кого-то выбирают, внешне этот человек может быть не таким красивым, как кто-то другой из участниц или участников. Но вот эти нюансы, они складывались и привели к тому, что жюри принимает такое решение. К сожалению, у нас здесь это все, естественно, не учитывается, к сожалению. Потому что это хотя бы могло служить аргументом к выбору. Есть к чему стремиться, правильно, Нателла Ханам? Стремиться всегда есть, нет пределов совершенства. Нателла Ханам, и завершающий вопрос, который мы любим задавать всем участницам нашей рубрики. Если бы у вас была возможность отправить всему миру послание, что бы вы сказали за 30 секунд? Вы знаете, у меня есть такая очень любимая фраза, это такое буддийское изречение. Я вообще люблю очень эту тему. И плюс этому еще очень соответствует. Вот вы начали с того, что ваше имя, мое имя в переводе с грузинского языка означает «светлячок». Как мило. Да, и я, возможно, как-то интуитивно, природно стараюсь всегда этому соответствовать. И вот это же выражение, оно как-то стало очень моим, очень совпало. Оно гласит «будьте светом себе самому». Даже если вокруг все темно, даже если вокруг ночь, скажем так, все темно, будьте светом себе самому. То есть светите изнутри. И будете освещать. И озаряете светом все вокруг. Да, да, да. То есть вот это самое главное. То есть хранить вот эту чистоту внутреннюю, вот этот свет в себе, не давать ему погаснуть, несмотря на обстоятельства. Это очень важный момент, мне кажется. Спасибо, Нателла Хану. Вам спасибо. За искреннюю беседу, что у нас будут последующие выпуски. Нам есть о чем поговорить еще, действительно. И спасибо вам. И всего самого хорошего, процветания и света. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо и вам тому же. Спасибо. 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 Спасибо.